Здравствуйте, Вадим Борисович. Добрый день. Я снова на вашем лице вижу улыбку. С чем это связано? Да я очень удивлен. Вот мы находимся вот в этом скверике у театра кукол. Недавно мы с вами рассказывали про дом, жилой дом на улице Радища 8. Я очень удивлен. Мне и звонили домой. И при встречах некоторые куряне на улице мне говорили и расспрашивали что-то об этом доме. Я не думал, что уж этот объект вызовет вот такое жаркое внимание. То есть курянам сюжет был интересен? Интересен, да. Этот сюжет у нас действительно оказался удачным, хотя разговор шел о простом жилом доме на углу улиц Радищева и Урицкого. Вот я теперь хочу рассказать о доме, который находится практически напротив жилого дома на Радищева, дом номер 8. И о его скрытой истории. Что же это за дом? Он стоит на углу улиц Радищева и Радищева. Это желто-зеленый четырехэтажный дом? Верно. Но когда-то это был всего двухэтажный. Двухэтажный. Расскажите, пожалуйста, его историю. Так вот, в 1836 году во время правления Курской землей генерал-губернатора Михаила Муравьева-Виленского стал сооружаться вот этот дом двухэтажный для второй полицейской части и, соответственно, там были квартиры. Недавно вы о нем упоминали, а рядом находилась одноэтажная пожарная депо с кланчой. Вот вы видите, под нынешней сайдинговой облицовкой от глаз курян скрываются первые два этажа, сооруженные еще при императоре Николае Первом. А вот остальные два этажа были настроены в 70-х годах прошлого века. Но стены первых двухэтажей имеют свою историю. Ну, как видите, дом-то очень старинный. И в этом двухэтажном доме в то время разместились вторая полицейская часть и пожарная часть. А кто спроектировал старинное здание? Нам имя архитектора неизвестно. Можно догадываться, но это только будут догадки. А вот известно, что инспекторский осмотр при сооружении этого здания осуществлял гражданский инженер Адольф Платан. Ну, для полицейской части здание в то время было обширным. Ну, и к тому же здесь еще размещалась квартальная комиссия и квартира полицмейстер. А что же в этом здании разместилось после Октябрьской революции? Первое время после революции здесь работал особый отряд курской городской милиции. А позднее? Потом здесь размещалась городская советская милиция и ее клуб. Видимо, владельцы дома менялись. Да, это верно. В 20-х годах здесь работала школа для взрослых номер 9. Она существовала при второй пожарной части. Владимир Борисович, а после войны это здание целело? Ну, мальчишкой я учился в 4-й школе. Вот теперь здесь театр кукол. И, конечно, я помню, что здание, которое стояло на месте нынешнего дома журналистов, было разрушено до фундамента. А вот, к счастью, лучшая полицейская часть полностью сохранилась. Ну, и какова послевоенная судьба этого здания? Ну, она использовалась еще и до войны, и после войны, как жилой дом. Владимир Борисович, но ведь это же не единственный дом в Курске, который был построен двухэтажным, а потом повысил свою этажность. Ну, да, безусловно. И в 30-х годах, и в послевоенные годы ряд зданий в Курске надстраивались. Ну, давайте мы расскажем об этом на следующий день. Договорились. Продолжение следует...